Здравствуйте, глупо уважаемые любители планерного спорта! Ведем репортаж из-под грозы, ну, скажем так, почти, вот, под, сбоку. Ты камеру включил? Не очень. Часто спасает Пик-де-Бюр, горка, которая дала нам немножко энергии, чтобы переждать подходящую грозу. Наш аэродром накрыло, и мы здесь отвисались, ждали, пока зону осадков сбросят с нашего аэродрома. Вот, можете поставить, как там все бушует, льется, и, в общем-то, капельку сверкают молнии. Вот, я сейчас попали под зону под дождь, сейчас у нас закапало, видите, будем обходить через запад. Будем обходить западнее. У нас было несколько вариантов. Сначала мы хотели прорваться на аэродром, была щелочка, вот, я сейчас покажу, где. Вот здесь, вот, между облаками была щелочка, и дождя там не было. Но пока мы думали и советовались, то щелочка эта заросла, и, в общем, очень хорошо, что мы туда не поперлись. Ну, вот, и поэтому, с учетом западного ветра, мы прорываемся от этой грозы на запад. То есть, обходим ее западнее. Я очень надеюсь, что за время, пока мы будем прорываться, исходя из нашего, опять же, префицита высоты, в принципе, перспективными облаками впереди, мы останемся, во-первых, под кромкой, во-вторых, с запасом высоты, и сможем дождаться, пока зона осадков покинет наш аэродром, и зайдем на аэродром в полусусу. Вообще, так сказать, полеты в грозовой обстановке, они, конечно, как игра в шахматы, в кошки-мышки, и так далее, и тому подобное. Что я могу сказать, что могу посоветовать? Ну, во-первых, если вы не знаете, как ведут грозы себя в вашем регионе, не чувствуете прогнозы и так далее, и тому подобное, а грозы тем более фронтальные, то, конечно, даже смысла никакого нет, вот что-то вдруг думать. Увидел грозу, пошел на посадку. Ну, вот, но в нашем районе грозы, как правило, это локальное некие образование, которое, ну, вот, не знаю, 5-10 километров в диаметре Чичундра, вот она, значит, сейчас пройдет, попугает нас и уйдет. Вот, а мы сможем поменять район полетов и полетать еще. Тут, собственно, у нас сегодня весь день и рассчитано на то, что это такая кошки-мышки с грозами. Проблемой может только стать то, что если гроза отсосет всю энергию, мы за грозой оказываемся в зоне, где просто набрать негде. Ну, тогда, собственно, придется идти на посадку. Еще крайне важно, чтобы в этой ситуации мы не оказались, что посадка будет на аэродром с осадками. То есть, если на нашем аэродроме будет дождь, то в дождь заходить сложно. Придется выбрать запасной аэродром, но это, как всегда, там, неудобство какое-то там. Ой, словите, как красиво. Вот, ну что, хотите, мы вам покажем грозу чуть-чуть с более ближнего ракурса. Посмотрю, можно ли это сделать безопасно. Да, смотрите, вот идет фронт и в сторону... Но наша долина вообще открылась, там солнце уже светит. Поэтому мы сейчас по самому краешку зоны осадков пройдем. Посмотрите, как это все выглядит. Вот, и потом, может быть, на запад пойдем дальше. Ну, вот, как выглядит это страшилище сбоку. Там обратный заток, вон, даже виден. Вот, Карлот сейчас показывает на зону, где под облако всасывает воздух. Все красиво так вот. Там, не более низкооблачности образовалось. Падает воздух. Весь из дождем воздушная масса опускается. Там дико холодный воздух, потому что весь снег, который дует... Собственно, все остатки, вот эти вот, здесь этот дождь... Оп, отворачиваю молнию. Весь этот дождь, это лед, который растаял, пока падал. То есть где-то на 10-80 километрах образуются льдинки, которые падают. Там еще нарастают, утолстеют, превращаются в град. Вот, и потом град или долетает до земли, или потихонечку тает. Но получается очень много холода. И вот воздушная масса, которая опускается, это такой ледяной прям воздух. И он создает воздушные течения, в данном случае нам навстречу. То есть нам Клаус рисует на брифингах, как грозы ведут себя. И какие они токи воздуха создают при своем движении, это дико интересно. Вот. Ну вот сейчас мы грозу обошли, смотрим на нашу долину и видим совершенно нерадужную картину. Почему картина нерадужная, попытаюсь сейчас объяснить. Сейчас я отверну от грозы. Так, что у нас тут есть? Есть у нас... Есть у нас следующее. К нам движется еще более мощный очаг. И он ближется уже с юга. С юга. И он такой, что вот это все. То есть в данном случае вот эта гроза была просто реальная хитонько-хахонько. Вот то, что сейчас проскакало, это вот вообще детский лепет на лужайке. Потому что там какое-то чумоданище вон. Синяя-синяя. Камера вам это просто не передаст. Но просвета в этой грозе не видно. Она точно движется, как и это на нас. И я думаю, что вот на этой оптимистичной ноте мы, собственно, сделали, что хотели. Переждали грозу. Аэродром наш открыт. И мы будем заходить на посадку. Поэтому вон наш аэродром. Сейчас я вам крылом покажу. И вот к нему вот эта седева приближается. И вот если мы не успеем приземлиться до зоны осадков от вот этой второй грозы, то нам практически большие приключения нас ждут. Но мы успеем, потому что как раз вот все хорошо у нас. Все. Всего доброго, глубоко уважаемые любители планированного спорта. С приветом из грозового Прованса. Над безумный экипаж. Аревуар. Да. Да тканчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok